Добрый вечер. В эфире телепроект премия Калининградский продукт. Программа о компаниях, которыми может гордиться Калининградская область. С вами ведущий этой программы Георгий Дыханов, председатель регионального отделения «Деловая Россия» и наши гости Владимир Янцов, директор компании «Модерн» и Анна Янцова, менеджер по связям с общественностью. Добрый вечер. Будем говорить о вашем бизнесе. Тема может быть и не сложная, но с другой стороны будут и, наверное, сложные вопросы. Как вы дошли до жизни такой? Как вы организовали фирму и когда идея родилась, почему вдруг занялись именно корпусной мебелью? Ну, всем здравствуйте. Во-первых, началось это все с того, что свой как бы жизненный путь, вот этот творческий, я начинал, устроился на фирму. То есть начинал с нуля. Сначала мне давали там табуретки собирать, затем… С самого нуля. С самого нуля, да. То есть начинал как сборщик, потом стал монтажником. То есть, ну, в нашем деле именно профессионалы нужны, именно универсалы. Потом постепенно… То есть, вы последовательно проходили ступенья, да. Да, да. Потом стал начальником цеха. Ну, это было все поэтапно, то есть в течение там пяти лет вот я дошел до начальника цеха. То есть, уже курировал и заказы, распилы, то есть, ребят куда отправить, где что. Ну, и как-то всегда, не знаю, были амбиции какие-то, наверное, это так посмотрел. Был самостоятельным. Да, как бы сейчас в наше время все это хотят. Ну, вот как-то вот решили попробовать. И организовали семейный бизнес. Да, и организовали семейный. Ну, давайте я вам, наверное, скажу. Как бы муж работал, как бы все, ну, как бы на работу уходит, вечером приходит. Ну, я ему предложила, давай начнем свое. Ну, как мы к этому пришли вместе. Он говорит, ну, как свое создавать, нужно как-то рекламу. Я говорю, ну, давай, как бы, ну, я посмотрю в интернете, ну, как что-то где-то создать. Как продвигать себя, да. Да, как создавать себя. Где-то я, ну, начала там обзванивать, сколько сайты стоят. Ну, конечно, цены заоблачные по нашему бюджету, это никак не сказалось бы. У нас в айтишниках, да, разлет цен. Ну, я решила сама, у меня, ну, я на уровне у пользователя, я решила сама создать сайт. Ну, и вот, как говорится, методом тыка я сделала сайт. Буквально заняло это 3-4 месяца. Ну, постепенно, по чуть-чуть, да, вот так вот. И много заказов приходит по сайту? Вот смотрите, мы запустили этот сайт, он у нас не действовал, как бы действовал, но через раз, как бы, это мало заказов было, уже хотели закрывать все это дело, потому как это. А потом в один прекрасный момент он начал у нас действовать. Как бы я начала его дорабатывать, дорабатывала, в итоге доработала до какого-то идеала. Ну, не идеала, можно сказать, чтобы... И он стал виден пользователям, наконец-то. Чтобы люди, заинтересовать людей, вот. И в итоге, вот, сейчас он у нас действует, то есть заказы идут, но не на таком большом уровне, но, как бы... Хватает для вашего небольшого предприятия. Да, для нашего предприятия. Ну, вот, на самом деле, лучшие директора, наверное, и владельцы бизнеса выходят из тех, кто сам все это попробовал руками, а не где-то начитался в книжках. И судя по тому, как вы вот рассказываете, вы именно те люди, которые сделали себя сами, как предприниматели. Ну, у нас еще, понимаете, сотрудники все наши, допустим, тоже все с опытом. Все, и с большим опытом. То есть, и у нас и монтажник, он знает и сборку. А, то есть, он владеет смежными специальностями. Ну, потому что в маленькой компании по-другому никак. Да, тут даже, знаете как, нас иногда, ну, часто очень спрашивают, где вы этому обучались? Где этому обучают? Ну, потому что ваша мебель, как я посмотрел, она на уровне итальянской. А в этом весь секрет в том, что этому не обучают. Ну, нету никакой школы, либо каких-то курсов, где тебе расскажут. Это все приходит с опытом. То есть, это вот просто нужно идти, идти, идти к этому с годами. То есть, даже вот когда я пошел в мебельный, да, вот с самого начала, там, все же как, ищут работу, сколько будешь получать, ну, сколько это. Все, вот я получаю там столько-то. О, ну, думаю, хорошо. Ну, когда я пришел и получил, грубо говоря, свою первую зарплату, ну, я понял, почему у меня такая, у него такая. Потому что, ну, чтобы дойти до этого, ну, это нужно потратить время. Ну, нужно пройти на определенный путь. И вот у нас, допустим, монтажник знает работу сборщика. Сборщик знает работу монтажника. Даже дизайнер у нас. Взаимозаменяемость у нас получается. У нас даже дизайнер знает, как, что, где рассверлить, ну, то есть. Ну, тогда получается и преимущество вашей компании в том, что вы вот каждую модель мебели, которую вы делаете, или каждый предмет, который вы делаете, вы, наверное, делаете его прям вот как под заказ. И так, чтобы не было никаких претензий от клиента. Ну, да, мы и стремимся, чтобы люди к нам шли, чтобы, есть уже такие, которые идут по несколько раз, потому что, ну, как бы. То есть, постоянный клиент. Да, репутацию мы хотим создать такую, чтобы мы, мы и создаем репутацию, что вот прям от и до, до каждой мелочи вот мы даже продираем. А есть неудовлетворенные клиенты? Ну, нет, пока таких нет. Есть? Нет, нету таких, как раз сказать. Нет, ну, есть, доработки есть всегда, понятно. Да, есть такие маленькие нюансы, там где-то что-то поставщики не доставили, что-то вот, ну, где-то какие-то заминочки бывают, но они там несущественные. А как бы на всей продукции, вот уже, когда уже поставишь ее, ну, как бы уже человек радуется, и ты уже тоже вместе с ним радуешься, ну, как бы, то, что все принял. Вы видите свою специальность, или, вернее, вот главное направление своей фирмы больше, как дизайн-интерьер или больше, как мебельщики? Ведь, в общем, с одной стороны, вы дарите людям уют и комфорт, чтобы они могли на много лет просто забыть о том, что нужно что-то там менять, что-то там не работает. А с другой стороны, вы дарите людям какие-то эмоции, которые они, наверное, получают. Вот как вы видите себя? Ну, у нас тут даже, знаете, как-то смежное. Допустим, вот когда приходим на замер, вот люди, вот хочу шкаф, хочу так вот и так. То есть мы стараемся уже даже из опыта, то, что мы видим, как это будет, пытаемся где-то отговорить, подсказать, да, сказать, хорошо, мы можем это сделать, как бы, можем. Но вот если, давайте вот посмотрим вот так, вот с этой стороны, как это будет, насколько это будет практично и пользоваться вам в дальнейшем, чтобы вы потом, как бы, и люди задумываются. Мы же как у нас еще, то есть мы делаем замер, затем мы рисуем дизайн-проект. У вас полный цикл, вы сами делаете дизайн-проект. Да, да, конечно. Ну, это очень важно. То есть, ну, как вообще происходит? Мы вот пришли на замер, замерили помещение, обговорили с людьми то, что они хотят, выслушали их пожелания. Посмотрели на хозяина, поняли, что он хотел бы. Да, выслушали пожелания, то есть, прям там от руки что-то так накидали, чтобы, ну, от руки, да, такое, чтобы, как бы, ну, людям, когда наглядно не видят, проще понимать и, то есть, мы так от руки набрасываем, потом берем там паузу 2-3 дня, то есть, делаем дизайн-проект на компьютере все это, потом там на почту, куда-то высылаем, либо там завозим, либо к нам заезжает, ну, то есть, этот момент. Ну, клиент утверждает. Да, и утверждает, то есть, и эти утверждения порой, особенно вот если касается что-то кухонных гарнитуров, ну, может занять там 3-4, до 10 раз можем переделывать, то есть, до последнего. Пока вы добьетесь этого лица? Ну, пока, да, ну, чтобы, главное для нас, чтобы был человек доволен. То есть, можно ли сказать, что вот уникальность вашего продукта, это может быть даже не в фурнитуре или не в комплектующих, а именно вот в таком подходе, когда вы пытаетесь не просто там продать шкаф, а вписать мебель и создать человеку комфорт. Ну, да, есть такое, что мы к людям подходим, вот, каждого выслушиваем, и у нас очень хороший дизайнер, который вот даже, вот, она приезжает на замер, она вот даже под интерьер подбирает мебель, материалы показывает уже, с собой все привозит, то есть, человек уже выбирает. А материалы тоже могут быть разные, потому что, ну, ощущения от материала, вот, там. Да, это все трогается, это все ощущается, все люди пробуют, ну, как говорится, на вкус, да, все это, все это. И у нас нет такого, вот, чтобы втюхать подороже, нет, ты иной раз смотришь, как на человека, бюджетный вариант, небюджетный. У кого бывает разгон такой, что хочу такое, что-то такое, начинаешь людям говорить, что это столько будет, это столько будет, а они уже начинают задумываться, и уже по ихнему карману мы уже подбираем. И ждут в основном клиенты, чтобы им, вот, мастера своего дела подсказали, в каком правильном направлении думать, потому что, действительно, фантазий у людей может быть много. Ну, еще вот мы к людям, еще как вот, ихнее время мы не тратим где-то, чтобы приехали, чтобы они не двигались. Мы к ним приезжаем, мы замеряем, мы, как говорится, разрабатываем дизайн-проект, утверждаем, все, тут же приехали к ним, составили договор, заключили договор, все, взяли оплату, ну, как говорится, в процентах. То есть, чтобы клиент минимальное усилие предъявлял? Да, да. Ну, сейчас, видите, все же заняты, все работают, очень тяжело с работу отпроситься. То есть, у нас как, мы даже вот работаем по звонку, нам, не надо к нам ехать. Человек просто звонит, говорит, вот, там, здравствуйте, я такая-то, такая-то, хочу, там, допустим, шкаф-купе. Мы говорим, хорошо, когда, куда можно подъехать, там, в какое время. То есть, мы подстраиваемся под людей. То есть, забота о клиенте, это ваше главное. Да, то есть, они говорят, я там до пяти работаю, ну, все хорошо, мы, давайте, после пяти мы к вам приедем. Ну, выходной, праздник, без разницы, как бы, в любое время. И даже, то есть, вот мы приехали, замерили, вот, согласовали потом дизайн-проект. Даже на стадии подписания договора человеку не обязательно ехать к нам. Мы сами можем приехать. То есть, с договором приезжаем на месте, там, заполнили, то есть, на работу, домой, там, где-то, может, в кафе пересечься. Ну, как удобно клиенту. Как удобно. Да, это очень удобно будет. Вот, и людям, вот, очень, ну, многие говорят, что это для них очень удобно. То есть, в основном, как на фирмах, да, ты должен прийти в офис, подать заявку. Оформить заказ. Заказ, да, потом сидеть дома ждать, когда к тебе придут. То есть, раз отпроситься с работы, ну, потом опять отпроситься, там, суббота, воскресенье кто-то не работает. То есть, вот мы именно на этом еще стараемся, как бы, чтобы для людей было удобно. Ну, то есть, клиентаориентированность, это и есть ваша главная фишка, ну, кроме качества и того, что, в общем-то, качество плюс дизайн. Все-таки, это же не просто поставить качественный шкаф, который простоит сто лет, но вписывается или нет, это… Нет, нет, под интерьер все смотрится, все, как говорится, это подбирается. А ваш клиент, это в основном калининградец или у вас есть планы, амбиции вырасти дальше, больше, выйти на федеральный уровень? Или вы все-таки мыслите, что вы лучше будете развиваться в направлении совершенствования своих продуктов, но оставаться в пределах Калининградской области? Ну, амбиции-то, конечно, всегда есть. Какая же предприниматель без амбиции. Да, ну, сейчас, как бы, смотрим конкретно вот на область. Наша область очень развивается очень быстро, очень много приезжих приезжают не только с Российской Федерации, вот много с Германии приезжают. Очень много. И вот даже вот были такие заказы, которые людям ставили с Германией, они приехали сюда, в Калининград, на ПМЖ, и, ну, говорили они нам так, что если бы вы работали там, в Германии, ну, вы бы без работы не сидели. Там такого не делают, таких вещей. То есть у них там как, ну, все по-другому. Самоотношение там, серии модульное, все сделали, поставили. Нет такой клиентоориентированности. То есть вы будете расти вместе с нашими клиентами, с нашим рынком. Ну, и у нас осталось там буквально там полминутки. Что бы вы пожелали своим клиентам, калининградцам, ну, в любой области, может быть, в серии вашего бизнеса? Ну, сейчас, как бы, с данной обстановкой в мире, всем главное здоровье, всем здоровье. Да что, да, семейного благополучия, а остальное все будет, все придет. Ну, да, и я думаю, что благодаря этому многие задумаются, а не поменять ли что-то в интернете, в интерьере своей квартиры. Да, обращайтесь. Милости спросим, приходите, мы будем рады, всех выслушаем, всем поможем, чем сможем, как говорится. Добро пожаловать в нашу фирму «Модерн». Спасибо за интересную беседу. А я напоминаю, это телепроект «Премия Калининградский продукт». Сегодня с вами в студии были Георгий Дыханов и Владимир Янцов, и Анна Янцова, руководители семейного бизнеса «Модерн». Добрый вечер, в эфире «Город Лайф». Мы в прямом эфире сегодня на Первом городском телеканале. Сегодня главное событие пятницы, 27 марта, вам расскажут Андрей Волконский и Екатерина Гурешинская. Ну и начнем, наверное, с самой громкой темы, которая сегодня обсуждается всеми в городе. И я думаю, что ни одного человека не нашлось, который бы не слышал про то заявление, которое сделал наш губернатор Антон Андреевич Алиханов. Да, с 28 марта по 5 апреля в Калининградской области закрывается все, кроме аптек, продуктовых магазинов. И кто будет и кто не будет работать, узнаем, конечно же, в материале Марины Морозовой. Да, мы подготовили материалы и должны, в общем-то, рассказать зрителям, что думают обычные люди в нашем городе, потому что коснется это всех видов деятельности. Я думаю, что нет ни одного человека, которого обошла эта проблема стороной. Совершенно верно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Спасибо. Спасибо. Свою деятельность продолжат все структуры жизнеобеспечения – медицинские, аптечные и социальные организации, непрерывно действующие, а также организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения. Трудиться будут и организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжат работать организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Не уйдут на выходные организации в сфере обращения с отходами транспортной и осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы организации. Пенсионный фонд, фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования также продолжат свою деятельность. Добавим, что государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей. Ну вот, последняя информация. Прямой эфир дает возможность сообщать нам последние новости. К сожалению, не самое приятное. Один человек в России еще умер от коронавируса. Сейчас выясняется, в каком городе, кто это был, в каком возрасте. Вот подсказывает редактор, это произошло опять же в Москве. Ну, я так понимаю, что это город, в котором очень много зараженных. Статистика зараженных по миру составляет свыше 543 тысяч человек, погибших более 24 тысяч, ну, а выздоровело более 125 тысяч человек. Ну, и на первом месте, вот сейчас по данным, это Америка, там 85 тысяч зараженных, Италия 80 тысяч зараженных, на третьем месте Германия, четвертая Франция, ну и Великобритания на пятом месте. И надо сказать, что вот среди этих стран, я знаю, что у Германии самый высокий уровень выздоровления, получается так. То есть, там 0,2 смертности, и все остальные люди выздоравливают. Видимо, там все-таки медицина на каком-то определенном, достаточно высоком уровне. Насколько мне известно, Америка набирает обороты, с каждым днем все больше и больше. Да, сейчас различные меры там принимаются, но вот если говорить про Великобританию, да, в данном случае, сегодня пришла новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом. Ну, помимо этого, еще и наши российские странные звезды, Лев Лещенко, находятся в реанимации, да, сейчас. У него уже подтвержден диагноз коронавирус. Солист группы Рамштайн, Игорь Николаев и Наталья Ветлицкая гастабилизированы с подозрением на коронавирус. Да, они сейчас находятся, видимо, на, как бы, они их проверяют на коронавирус и проверяют, ну, как бы, каким образом они могли заразиться. Ну, а последняя информация за сутки в России, да, здесь еще есть тоже определенные, определенные новые случаи заражения, да, мы так понимаем. За последние сутки в России подтверждено еще 196 случаев в 16 регионах, и общее число заболевших сейчас достигло 1040 человек. Выздоровело 47 человек, скончалось, да, уже... Ну, вот скончалось в Москве, дима, уже двое, да. Да, трое, я думаю, в Москве, и одна смерть россиянина произошла на Кубе. В регионах 8 случаев заражения, один выздоровел, я так понимаю, да, сейчас количество, в нашем регионе, да, сейчас количество зараженных 7 человек, и о новом заболевании пока неизвестно ничего, да, 25 марта была последняя такая история. Кстати, глава Черняховска самоизолировался после отпуска, очень интересно, конечно, куда он ездил, и огромный молодец, спасибо, огромное, что... Я думаю, что он присоединился просто к нашей акции «Я остаюсь дома», мы тоже вас всех призываем оставаться по возможности дома, я думаю, что эта неделя нам даст прекрасные такие варианты пообщаться дома с детьми, как говорил Алиханов сегодня, он заявлял, говорил о том, что, ребята, у вас есть возможность просто пообщаться дома со своими близкими, когда еще такая возможность появится. Лучше, конечно, никуда не ходить, присоединиться к нашей акции «Я остаюсь дома», снять на видео, как вы развлекаетесь со своими друзьями, знакомыми, любимыми людьми, с детьми, выложить все это в интернет, добавить акцию «Я остаюсь дома» хэштег, и добавить первого городского, мы обязательно покажем вас в нашем эфире. Также можно, не знаю, там, взять, просто смотреть фильмы, делать романтические ужины, удивлять своих вторых половинок, ну и, конечно же, побольше заниматься спортом. Есть онлайн-фитнес-программы, конечно, ну чтобы… Я, да, я вообще на самом деле могу сказать, что сейчас запросов по различным курсам онлайн, например, фитнес или онлайн-обучение кулинарии очень большое количество. И я даже сама задумалась, почему бы вот на таких вот предстоящих небольших выходных не посмотреть и не поучиться готовить. Вот я просто понимаю, какая ситуация сейчас обстоит у нас как бы на нашем рынке, скажем так, да, я думаю, что очень многие рестораны, кафе находятся не в самой приятной ситуации. Я сегодня уже призывала, если есть возможность у кого-то заказывать еду домой, чтобы поддержать наш бизнес здесь на плаву, пожалуйста, это сделайте. Я думаю, что небольшие заказы так или иначе будут доставляться вовремя, и будет приятно покушать что-то не только домашнее. Да, поддержать малый бизнес обязательно необходимо. Так, ну и… У нас тут еще есть информация о регионе, да, чтобы люди, еще раз, не то чтобы напугать, да, а просто сказать о том, что под медицинским наблюдением в регионе пока находится 1471 человек. Что это значит? Это те люди, которые либо вернулись, либо находятся на карантине после возвращения этой. Это не заболевшие, это люди, которые попадают вот под эту группу риска. Да. А также в продолжении темы про малый бизнес, в ТЦ Европа заявили о возможности арендных каникул для арендаторов. Ну, я думаю, что это тоже очень хороший шаг, и если они так сделают, они тоже очень поддержат малый и средний бизнес, который сейчас переживает не самые лучшие времена, особенно после этой новости, которая сегодня появилась у нас в эфире. Ну и немножко о РПЦ поговорим. РПЦ заявила, что верующие в социальные сети «Одноклассники» могут звонить по видеосвязи священникам-блогерам. Вот мне интересно, я не знаю ни одного священника-блогера, хотелось бы просто подписаться, мне даже интересно, чем занимаются, как они развивают свои странички. Нет у тебя знакомых? Есть ли? У меня знакомых блогеров-священников нет, но видел одно видео совсем недавно. Один священник, я так понимаю, что у него есть свой YouTube-канал, где он обсуждает видеоклипы. Как раз-таки видеоклип «Любинград Иисус». Ну вот смотрите, если вдруг такая необходимость возникает, я думаю, что пожилые люди так или иначе остаются дома, а это основная часть прихожан. Если есть такая возможность дома, тоже можно открыть «Одноклассники» и посмотреть онлайн-службы, есть такая услуга сейчас, да. Вот даже священники обращаются в ситуацию, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. В «Одноклассниках» можно будет обратиться к священнику со своими вопросами. Но я думаю, что, наверное, пожилые люди и взрослая аудитория наша может вообще-то воспользоваться этим интересным вариантом. Кстати, Папа Римский давно уже ведет такие онлайн-трансляции. Ну, мы сейчас, наверное, прервемся ненадолго. У нас есть гость, который уже ожидает. Мы сегодня поговорим еще о том, как себя уберечь, да. Мы поговорим, как сделать так, чтобы ваш дом был чистый, чтобы в вашем доме не было никаких ненужных вирусов, не витало нигде в воздухе. Почаще убираться, кстати. Как нужно правильно убираться и какими нужно пользоваться различными средствами, чтобы сделать так, чтобы ваш дом был чистый и безопасный. Добрый вечер в эфире «Город Лайф», в прямом эфире «Город Лайф». И сегодня мы говорим о самых насущных проблемах, которые беспокоят жителей нашего города. В гостях у меня сегодня директор клининговой компании Андрей Красивский. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Да, и мне бы хотелось сегодня, наверное, Андрей, вот какие вопросы вам задать. Очень многих жителей нашего города беспокоят, как обезопасить свой дом с точки зрения дезинфекции. Что вы посоветуете, как специалист, людям, приходя из дома, с работы, например, домой, делать в своих квартирах? Ну, самое первое, это нужно начать с себя, это личная гигиена, моем руки. Это уже, мне кажется, все научились, это уже все знают. Да, уже все знают, везде об этом говорят. Что касаемо поверхности в доме и всех предметов интерьера. Периодически делать влажную уборку легкими дезинфицирующими средствами. Но нельзя делать очень часто, например, кварцевание, как у нас. Ну, потому что это, на самом деле, даже в больницах его проводят раз максимум в день. А кварцевание нужны специальные аппараты покупать, правильно? Да, также можно сделать, есть еще способ озонации помещения. Это с помощью аппарата специального, который выделяет газ-озон, является сильнейшим окислителем. Он уничтожает все вирусы и бактерии, которые находятся в доме. При этом не надо взаимодействовать с предметом. То есть, та же текстильная ткань, диваны, телевизоры, все дезинфицируется. О, это очень хороший способ, на самом деле. Потому что, если вот так прикидывать, да, мы тоже, ведь, наверное, будем сейчас много дома находиться. Понимая, что мы будем, наверное, на какой-то из самоизоляции. Во всяком случае, так к этому призывают наше правительство, да. И когда человек много находится дома, тоже есть, наверное, какая-то инфекция, которая внутри вот этого всего дома происходит. Ну, конечно. И дезинфицирующие средства сейчас купить практически, ну, очень сложно бывает. Да, 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 это правда. Да. И, например, такими средствами, которые для чистки унитаза, вы же не будете иметь, мы телевизор и все прочее. Да, то есть, соответственно, можно использовать вот озонация. Озонация как часто должна происходить? В принципе, ее хватает, ну, можно так же раз в день проводить. А, то есть. Ну, немножко. То есть, можно, несколько есть аппаратов. Есть и ионизаторы воздуха, и озонаторы. Ионизатор, это, соответственно, он ионизирует воздух, очищает его, делает более свежим. Но он не убивает вирусы и бактерии, слишком слабая концентрация озона. А при озонации сильная концентрация озона и, соответственно, тоже аппарат должен быть мощный и промышленный лучше. Эти аппараты где-то продаются или? Эти аппараты некоторые бытовые продаются в магазинах, а какие-то промышленные используют, вот так, ну, в частности, наши, например, организации используют. То есть, можно приглашить специалистов, которые все это сделают. Это тоже, на самом деле, достаточно важно, потому что люди могут это сделать неправильно, например, да? Ну, находиться в помещении нельзя, когда это производится. Ага, вот уже. То есть, естественно, мы абсолютно не контактируем, и если человек делает, он оставляет аппарат сам и уходит. Где-то минут 10 хватает, чтобы он поработал в комнате, в квартире, да, в небольшой. Выключает его и оставляет помещение на пару часов. Желательно лучше погулять на улице, на свежем воздухе. Ну, вот у меня есть знакомые, которые, например, чистят свой дом, там, оборачивают ручки дверные салфетками дезинфицирующими. Это все не работает, я так понимаю. Нет, почему? Это работает. Ну, тоже у людей же разные представления. Да, совершенно разные представления. Но суть в том, что периодическую уборку делать обязательно нужно. И протирать, потому что пыль, она летает везде, по всему городу. Ну, вот я вообще слышала, что вирус, коронавирус, передается с одежды, держится там на шарфе, может долго держаться на каких-то предметах, на карточках, там, чуть ли не до 8 дней. То есть это все приносится в квартиру? Все приносится в квартиру, с помощью дезинфицирующих салфеток вы это не продезинфицируете все предметы интерьера. То есть одежду вы этого не сделаете. Это можно сделать либо двумя способами, такими самыми сейчас популярными, это кварцевание или озонирование. Ну, мыть ручки обязательно. Ну, это с обычной уборкой, наверное, да? Да, с обычной. И использовать какие-то спиртосодержащие средства обязательно нужно. Вы у себя делаете дома уборку, как часто? Или у вас есть кто-то, кто делает? Да, делаем постоянно. Недавно я сам делал, потому что встречал супругу с роддома вместе с маленьким ребенком. Ой, поздравляю. Соответственно, да, с пополнением, да, у нас. И необходимо сделать было и уборку, и дезинфекцию, озонирование помещения я произвел. То есть полное для того, чтобы как раз вот ребеночка встретить в чистой квартире, полностью продезинфицированной. Мне кажется, что у вашего вида деятельности, вида бизнеса сейчас дела идут неплохо. Что касаемо уборки помещений, то, чем мы занимаемся, да, на самом деле есть небольшой спад. Что касаемо именно процесса дезинфекции помещений, то тут есть спрос. Люди просят, да? Люди спрашивают, люди интересуются, да. Постоянные клиенты интересуются. Ну и, соответственно, здесь мы можем помогать, и мы делаем сейчас много акций, производим. Также для участников, я хочу сказать, ветеранов наших Великой Отечественной войны, мы это сделаем абсолютно бесплатно. О, как здорово, спасибо вам большое. У нас в гостях был Андрей Красивский, директор клининговой компании. Я думаю, что мы желаем, во-первых, всем нашим зрителям, наверное, все-таки быть в чистоте. Я слышала такую фразу, выживут только чистюли. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, нужно обратить внимание прежде всего на чистоту внутри своей квартиры, потому что мы сейчас будем много находиться дома. Да, совершенно верно. Но мы сейчас прервемся. Добрый вечер. В эфире, в прямом эфире «Город Лайф» в студии Андрей Волконский. И Катерина Крышинская. Ну и у нас помимо очень неприятных новостей, да, у нас сейчас стало известно о том, что еще один человек скончался в Москве от коронавируса, есть и более приятные, потому что все-таки я так понимаю, что если многие люди присоединятся к нашей акции «Я остаюсь дома», то, наверное, таких проблем в нашей жизни не будет. И вот российские летчики недавно совершили полет, где призвали сограждан остаться дома. У нас есть такое приятное, интересное видео, которое мы можем сейчас посмотреть. Они сняли это все в небе. И мы, наверное, сейчас, если редактор нам позволит, мы это видео увидим. Да, давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Какие молодцы летчики. Я думаю, что оставаться дома – это, на самом деле, сейчас самое разумное действие, которое могут себе позволить люди вообще во всем мире. Да, согласен полностью. Кстати, американские врачи в знак благодарности своим коллегам спели очень душевную песню, которая разлетелась по всем штатам. Ну вот я видела это видео, опять же, да, и там, конечно, все очень мило. Давайте посмотрим, как это было. Ну, прям можно расплакаться. Субтитры сделал DimaTorzok Imagine all the people living for today. Ну вот такое милое видео. На самом деле, врачи сейчас на самой передовой линии приходится непросто. Они работают в несколько смен, не только американские, но и русские, и испанские, и итальянские. Да, это, наверное, самые такие сейчас ценные сотрудники и самая сложная работа у них сейчас есть. Очень тяжелый труд. Количество зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 345 раз. Человек. Да, человек, да. В стране скончались от инфекции уже пятеро. Один заболевший выздоровел. Напомним, что до 13 апреля в Литве действует карантин. Ну вот я точно знаю, что в Литве сейчас достаточно жесткие условия. Там штрафуют людей, которые выходят из дома, там заживет моя родственница. Я знаю, что у них достаточно сложно. Они уже вторую или третью неделю сидят на карантине. Нельзя выйти никуда, даже в сторону моря нельзя поехать. Можно выйти только в магазин и по каким-то таким прямо серьезным делам, если что-то очень нужно. Те же самые правила действуют в Испании. У меня есть друг, живет там уже полгода. И его друг вышел в магазин купить, скажем так, алкогольный напиток. И его штрафовали на 600 евро. Ну, в Литве чуть поменьше, их штрафуют на 60 пока. Но, тем не менее, я думаю, что это как раз-таки, опять же, меры, которые приняты государством, очень важны. И неизвестно, как сложится история с коронавирусом в нашей стране. Надеюсь, что нас все-таки не так будут жестко контролировать. У нас все это пройдет и обойдет стороной. Мы, во всяком случае, так хотим думать и верить в это. Да. На наличие коронавирусной инфекции в регионе обследуют тех, кто имеет клинические показания, заявила глава нашего Роспотребнадзора области по ее словам и клиническим показаниям. Ну, вот я знаю, что она в одном из интервью последних говорила о том, что, вот прям можно процитировать, по поводу масок у нее было заявление, Лена Бабура об этом говорила, маска в первую очередь нужна медицинским работникам или тем людям, которые ухаживают за больными. Вот именно, именно необходимо, жизненно необходимо. Ну, а если здоровый человек не имеет никаких симптомов заболевания, то не надо ходить в общественные места. В этом, на самом деле, мы согласимся, наверное, с Селеной Бабуры. Конечно. И маска им не понадобится. А если вы сидите дома, как требует президент Российской Федерации, заметила она, то маска вам тем более не понадобится. И вот такую фразу она добавила, вот и сидите дома. Ну, кстати, насколько наши калининградцы будут сидеть дома, еще непонятно. Ну, я думаю, что вот эти выходные как раз-таки покажут, потому что это были, конечно, приказом президента, все-таки были такие мягкие меры пока приняты, никого штрафовать не собираются, выходить на улицы не советуют, но я думаю, что люди ходить все-таки будут. Хотя куда они пойдут, непонятно, торговые центры, магазины, рестораны, и все закрыто. Ну, как пишут наши подписчики в Инстаграм, вроде собираются огромные пробки завтра на море. В сторону моря, да, то есть люди отправятся, да. Ну, не знаю, на самом деле там тоже могут быть какие-то контакты друг с другом. Я бы осталась дома. Я тоже остался бы дома. У нас есть еще информация, которая очень беспокоит родителей выпускников и девятых, и одиннадцатых классов. По поводу ЕГЭ появилась информация, как сообщила РБК в прислужбе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, то есть даты перенесены, да, основного экзамена ОГЭ с 9 июня. Раньше даты были немножко другие, и мы на самом деле ждем, когда к нам в студию придет наш министр образования и что-то тоже по этому поводу скажет. Я уже утром об этом говорила в утренних эфирах. Если есть такая возможность, пожалуйста, приходите, мы вас очень ждем. У нас очень много вопросов, и не только у нас, у наших зрителей, я думаю, что, и особенно у родителей вот этих выпускников. А также Минпросвещение не исключает переноса даты вступительных экзаменов и приемных компаний вузов. Ну, тоже такая же история, я думаю, что те люди, которые, те дети, которые сдали ОГЭ чуть позже, они будут поступать тоже чуть позже. Поэтому в любом случае нам нужны какие-то комментарии сверху стоящих органов. Мы ждем Министерства образования. Кстати, еще региональные власти сократят количество пригородных поездов. А вот это уже интересно, потому что, я думаю, что вот вопрос по поводу пробок в сторону моря как раз-таки открыт. У нас есть даже такая информация, что вот на этот период с 28 марта по 5 апреля включительно будут изменены все эти рейсы, и будет количество сокращено. И, я так понимаю, у нас есть видео, если я ничего не путаю, да, есть видео. Давайте посмотрим видео по этому поводу, узнаем все-таки о сокращении, как это будет происходить. Пригородные поезда с 28 марта по 5 апреля включительно будут курсировать только утром и вечером, чтобы доставить на работу и сработать тех, кто на выходные не уходит. Калининградцы по традиции в выходные едут на морское побережье с семьями и компаниями. В условиях текущей эпидемиологической обстановки этого делать нельзя. Здоровье человека – это и его ответственность. И добавила, что курсирование пригородных автобусов также будет скорректировано. Измененное расписание можно посмотреть на сайте автовокзала. Ну вот как-то так, наверное, нам придется пережить эти выходные длинные. Я думаю, что нужно просто сориентироваться и понять, что нужно делать в субботу, воскресенье и, видимо, предстоящие понедельника по пятницу выходные тоже. Я думаю, что многие, конечно, будут ходить в магазин за продуктами. А куда, собственно говоря, людям ходить? Одна из компаний наших, один из супермаркетов, сделал напольную разметку, в которой можно, как в Европе и в Испании, видеть, как человек должен стать друг от друга. То есть вот эта очередь, которая часто образуется у кассы, теперь должна стать, мне кажется, чуть пореже. Ну, честно признаюсь, вчера был в одном известном магазине. Там через рекламный ролик постоянно диктор говорил о том, что нужно соблюдать дистанцию. Соблюдали? Нет, никто не соблюдал. Работала одна касса, и, честно могу сказать, что пихали корзинками продуктовыми, тележками, конечно. Дышали друг другу в уши. Ну, на самом деле, конечно, мы пока еще не осознаем масштаб всей трагедии. Я, опять же, никого не призываю сейчас паниковать. Я хочу, чтобы мы просто посмотрели на опыт наших европейских соседей. Ведь не случайно все это происходит. Не случайно введен карантин в Литве. Какие жуткие условия сейчас люди находятся в Испании и в Италии. Поэтому, если вы задумались, я имею в виду те люди, которые вот так вот толкали друг друга тележками, наверное, пришла бы в голову мысль о том, что это все не просто так. Ну, конечно, рекомендации это не просто так. Для того, чтобы мы все были здоровы. Ну, у нас, наверное, можно проанонсировать нашего следующего гостя, который прям буквально уже готов к нашему эфиру. Светлана Харламова сейчас придет в нашу студию. Это коммерческий директор Первого городского телеканала. Я думаю, что у большинства бизнеса в нашем регионе сейчас вот с этими обстоятельствами есть много вопросов. Как дальше жить, как существовать и какие варианты жизни для себя выбрать. Я думаю, что у Светланы есть ответы на эти вопросы. Если нас смотрят наши партнеры, я думаю, что стоит через пару минут прильнуть к экрану и послушать, как же все-таки будет строиться бизнес в ближайшее время, особенно рекламный. Мы сейчас вернемся через пару минуточек, когда студия к нам придет, Светлана. Добрый вечер, в эфире «Город Лайв». Мы работаем сегодня в прямом эфире. У нас в гостях коммерческий директор Первого городского телеканала Светлана Харламова. Добрый вечер, Света. Добрый вечер. Ну, я, наверное, начну с главной темы, которая сейчас беспокоит всех бизнесменов нашего города. Сегодня указано губернатора. Выяснилось, что с завтрашнего дня не работает ничего, кроме аптек и продуктов магазинов. Как в связи с этим вы себя ощущаете? Ну, на самом деле, как, опять же, любая компания, которая сейчас испытывает в период пандемии определенные сложности. Мы ищем решения, ищем подходы. И, наверное, нам одним из немногих средств массовой информации повезло в этом отношении чуть больше. Потому что мы все понимаем, и наши партнеры это понимают, что люди садятся дома. Они, естественно, смотрят как бы телевизор, ищут информацию в интернете и в качестве досуга. Ну, и, наверное, сейчас в большей степени как источник получения информации касаемой нашего региона. Соответственно, мы имеем определенную привилегию на сегодняшний день и будем пользоваться ей, естественно, в благих целях. Я думаю, что, наверное, с многими бизнесменами сейчас вы ведете беседы. Что вообще говорят люди? Как сейчас ситуация на рынке вообще состоит? Да, нелегко, но, наверное, если... Ну, как посмотреть, опять же, на эту ситуацию? Потому что, если мы понимаем, что мы не можем ее изменить, да, и обстоятельства... Изменить неотношения, да? Да, изменить неотношения, да. И, конечно, сейчас многие партнеры, многие компании ведут себя, наверное, ну, тремя способами, скажем так, да. То есть есть такое понятие беги, замри, умри, да. И, конечно, есть компании, которые открыто говорят, нам придется закрыться. И нам, как СМИ, очень жаль, потому что чем меньше компаний на рынке, да, тем меньше наших партнеров, да. Есть и бизнесы, которые предпринимают действия, и, естественно, они останутся на рынке, и они, как говорится, выживут в этих сложных условиях, да. А что будет с теми, кто замрет? Вот, кто замрет, на самом деле мы готовы давать какие-то решения маркетинговые, да, и в связи с этим открыты к диалогу, и, возможно, мы будем в этом отношении полезны и подтолкнем кого-то на какие-то действия. Ну, вот как раз следующий вопрос, может быть, есть какие-то у вас планы, советы, которые вы можете дать нашим бизнесменам. Им действительно сейчас непросто, помимо того, что им нужно как-то платить за аренду, искать какие-то варианты с поставщиками, которые могут застрять где-то на границах, да, бизнес у всех разный. Может быть, есть какие-то реальные советы, которые вот вы, как коммерческий директор, можете дать? Ну, понятное дело, что уходить в онлайн-продажи и рассказывать об этом людям, да, потому что я больше чем уверена, что те жители города, которые приходили в какие-то точки продаж, предоставления услуг, могут просто сейчас не знать, что бизнес перешел в онлайн-продажи. Есть интернет-площадки для продаж, для доставок товаров и услуг, и, соответственно, об этом нужно рассказывать. То есть вы, грубо говоря, советуете многим видам бизнеса переходить на онлайн, искать возможности, во всяком случае, такие? Да, искать возможности. Те, у кого есть такой способ, да, говорить об этом, те, у кого такого способа нет, создавать при всех условных обстоятельствах, да, делать это, да. Главное двигаться, главное искать решения, и даже если какие-то будут неудачные, но вы предпринимаете попытки, это уже хорошо. И, конечно, пользоваться возможностями телевидения, так как мы все-таки сейчас имеем определенные преимущества относительно других средств массовой информации. Например, мы можем использовать такие формы, которые раньше не были востребованы. Вот для этих же сайтов мы можем создавать видеоинструкции. Что такое видеоинструкция? Да, это такая форма, когда мы рассказываем, как пользоваться сайтом, тем или иным сайтом, потому что наверняка будут категории людей, более взрослое население, которые никогда не покупали через интернет, и им придется это делать, да. И многие просто могут бояться и не знать, и так далее. Мы создаем видеоинструкцию, как заказать на вашем сайте товары. То есть, если есть какая-то бабушка или женщина преклонного возраста, и она не знает, как работать с сайтом, не может заказать семена, в магазин она пойти не может, да что-то там семена, если уж говорить про продукты питания, наверное, это первая очередная такая вот очередная приема. Ее товары через интернет, да даже и услуги пока еще, да, передвигаться по городу мы можем, соответственно, мы можем и услуги через интернет продвигать, да. Более того, мы можем приглашать в студию вот в эту руководителей компании, чтобы они заявляли, что они каким-то образом работают, да, и готовы предоставлять услуги. Это тоже очень хорошая такая форма продвижения, да, и нужно ей пользоваться. Вот вы говорили про рейтинги, да, что они выросли, с чем вы это связываете, как вы это измеряете, откуда эта информация? Ну, на самом деле, в век цифровых технологий сейчас есть очень интересные способы замеров, да, мы ушли давным-давно уже от обычного способа опроса метода, там, вспоминания вчерашнего дня, о какой канал вы вчера смотрели, а сколько вы там его смотрели, какие программы, да, сейчас есть электронные способы, да, допустим, если человек смотрит тот или иной канал, переключая, да, и задержался на каком-то канале более 20 секунд, соответственно, сигнал о том, что он задержался на этом канале чуть больше, да, чем 20 секунд поступает кабельному оператору, да, и компании, которые занимаются сбором этой информации, в принципе, эти данные предоставляют. И вот мы буквально недавно, нам важно было понимать, насколько аудитория выросла, изменилась, да, мы эти рейтинги получили, да, и заявляем открыто, что наша аудитория по сравнению с началом марта выросла на 45%. Ну это очень хороший показатель для телеканалов. Да, это очень хороший, мы хлопали в ладоши всем рекламным отделом, да, потому что это показатель того, что у нас есть тоже возможности, да, мы же тоже бизнес-канал, да, то есть коммерческая все-таки организация, несмотря на то, что, как бы, мы в СМИ, да, и мы тоже, как бы, работаем, и нам нужны партнеры, и это наша возможность. Это ресурс, да, который, да, самое главное, самое главное, что мы тоже сейчас об этом говорим партнерам и даем им возможность о себе заявлять в эфире. Телевидение вообще очень простой способ рекламирования, достаточно понятный, и вот те люди, которые привыкли смотреть телевизор, они по-прежнему и будут смотреть. Я так понимаю, что к этой аудитории присоединилась еще более молодая, да, та, которая не смотрела раньше телевизор. К этой аудитории не смотрела, да, аудитория, которая не могла позволить себе в ритме жизни, да, где-то включить телевизор, отдохнуть, да, то есть зрелая аудитория, ну, если с понедельника, ну, даже, так сказать, завтрашнего дня, да, наверное, 90% людей сядут дома, да, соответственно. То аудитория еще может увеличиться, я так понимаю, да. Да, мы в понедельник обязательно сделаем новые замеры, да, еще чем вот, как бы, эти исследования, наверное, хороши, да, что можно посмотреть аудиторию в текущем режиме, то есть можно посмотреть, сколько человек смотрело, да, сегодня, сколько человек смотрело час назад. Я думаю, что как раз-таки для партнеров это очень важно, потому что нас часто спрашивают, я так понимаю, в интернете нормально можно измерить лайками, там, заходами, количеством подписчиков и так далее, а в телевидении таких услуг раньше не было, условий таких не было. Сейчас эти способы померить аудиторию есть, и, соответственно, мы тоже ими готовы делиться с партнерами, потому что в любом случае, если бизнес как-то планирует работать, нужно, чтобы о его работе знали, да. Свет, ну, а вы-то работаете на следующей неделе, потому что мы работаем, мы редакция работаем. Опять же, опять же, слава богу, мы как средство массовой информации имеем возможность работать, да, и право, да, официально, несмотря, как говорится, на все запреты, да, мы будем работать, конечно, будем работать в режиме телефона, почты, да, наш менеджер рекламного отдела общается онлайн, да, ну, нам выдали, конечно, сегодня пропуски, на всякий случай, да, то есть некий инструмент, скажем, такой защиты, да, но мы работаем, да, следующую неделю как минимум, да, то есть мы обязаны просто в данном случае, мы как санитары, как супермены, да, то есть я своим девчонкам говорю, девочки, вы как бы помощники сейчас бизнесу, да, бизнесменам, потому что все как бы что-то ищут, да, как бы ищут какие-то решения, и мы как канал можем быть очень полезны. Светлана, ну, если хотите, вы можете обратиться к своим партнерам, вы в ту камеру можете сказать, передать им привет и призвать просто посотрудничать, наверное. Наверное, не сколько приветы, да, сколько такое обращение помощи, да, как я уже сказала, потому что мы действительно на сегодняшний день являемся той площадкой, которая вам может быть полезна, нужна, и вы никогда ее не рассматривали как способ воздействия на вашу аудиторию, да, соответственно, вот она, эта возможность, ей нужно пользоваться, и мы, конечно, не знаем, какой промежуток времени это будет происходить, да, и самое главное, действуйте, самое главное, не останавливайтесь, ищите решение. Мы открыты в диалогу, можете звонить мне лично, либо в рекламный отдел, наш номер 512-970. Всем спасибо. Спасибо большое, Светлана, что пришли к нам. В студии была Светлана Харламова, коммерческий директор Первого городского телеканала. Мы прервемся, опять же, на рекламу. Через пару минуточек увидимся. Добрый вечер еще раз в прямом эфире Первого городского ветрины Гришинской Андрея Волконской, в эфире «Город Лайв». Сегодня говорим о событиях пятницы, 27 марта, и, наверное, вернемся к теме коронавируса, как бы это ни печально звучало, но, тем не менее, у нас есть новости из разных точек мира, и вот сегодня мы пообщались с человеком из Канады. Да, зовут ее Анна, живет она в Канаде, и, конечно же, мы, еще раз напомню, продолжаем следить за тем, что происходит в мире, охваченном пандемией коронавируса, и мировая эпидемия не обошла стороной, и этот континент, Канаду, прямо сейчас предлагаю посмотреть это видео. У нас есть видео, да. Всем привет из солнечного Калгари. Три недели назад в нашем городе был зафиксирован первый случай коронавируса. На данный момент количество больных составляет 250. 15 марта наша провинция Альберта объявила о чрезвычайном положении, и были закрыты все детские сады, школы, музеи, библиотеки, спортивные залы и так далее. На данный момент закрыты даже детские игровые площадки на улицах, для того, чтобы люди не собирались вместе, большими группами, и сохраняли дистанцию 1-2 метра. По словам девушки, жизнь людей сильно изменилась. Около миллиона канадцев вышли на пособие по безработице. Кто-то начал работать удаленно из дома. Я сейчас тоже получаю пособие в связи с тем, что я работала ассистентом стоматолога. На данный момент почти все стоматологические клиники закрыты. Только единицы оказывают помощь при острой зубной боли. Она отправилась в магазин и показала нам, что там сейчас происходит. Девушка сообщила, что пока еще нет необходимости надевать маски. Однако не все покупатели сохраняют дистанцию. Я стараюсь выезжать за покупками примерно два раза в неделю, для того, чтобы не очень сильная была нагрузка. Что касается магазинов, то крупные супермаркеты работают в обычном режиме. Правда, не все товары бывают в наличии. Многие полки заполнены, молоко в наличии. Но есть проблемы с яйцами. Их достаточно сложно найти. Просто нужно найти удачные моменты места, я думаю. Немного пустовато в отделе замороженных овощей. Но если вы заметили желтые ценники, то это то, что все было на скидках. И данные товары в первую очередь раскупают. Опять же, все равно есть, что найти и взять в магазине. Однако большая часть товара все же на полках есть, как и дезинфекция на кассах. Мясной отдел выглядит шикарно, как курица, как говядина, пеляткина. Все есть на месте. Шикарный выбор. Полторы недели назад ситуация была совершенно иная. Как говорит правительство, еды на всех хватит. Просто не все успевают выкладывать на полки. В выборах хлебобулочных изделий стало немного меньше. Но, однако, по-прежнему есть из чего выбрать. И очень много сейчас в магазинах скидок на товары первой необходимости. У каждой кассы установили ограждения пластиковые, которые отделяют продавца кассира от покупателя. На кассе самообслуживания сотрудница постоянно протирает аппараты после каждого использования. Анна, как настоящий корреспондент, заняла нам целый сюжет на эту тему. И вот сейчас мы узнали данные. 4 тысячи человек сейчас заболело в Канаде. И цифра такая, ну, я думаю, что для большой Канады не очень большая. Вот если говорить про Америку, то цифры там сегодня вообще другие. Да, зараженных в Америке на данный момент 93 тысячи уже, а было около 85 сегодня утром. Ну, 86 тысяч в Италии заболевших. Тоже вот сейчас данные обновляются. Давайте, наверное, вернемся к новостям региона. В Испании. В Испании, да? В Испании 57, в Италии 86. Да, давайте вернемся к новостям региона. Есть у нас подготовленные видеоматериалы. Я думаю, что стоит посмотреть и послушать не только про коронавирус, но на самом деле, конечно, его влияние коснулось все сферы. Международный янтарный форум перенесли на сентябрь текущего года. Вот сейчас стало известно. И давайте сейчас посмотрим, наверное, новости бизнеса и узнаем, что интересного еще произошло в регионе за сегодняшний день. Давайте посмотрим. Партнер рубрики «Бизнес-новости ООО Венера». В Калининграде продолжается благоустройство острова Канта. Планировалось, что кафедральный собор получит 90 тонн брусчатки. Камень оценили в 500 тысяч рублей, но собор получит его безвозмездно. Напомним, второе это благоустройство началось в феврале. В Калининграде в два раза упали продажи кофе с собой. В некоторых заведениях спрос на напиток снизился на 50%. Эксперты считают, что это связано с тем, что многие офисные сотрудники и студенты ушли на удаленку. Калининградский янтарный комбинат из-за угрозы распространения коронавируса перенес Международный экономический форум с июня на сентябрь. К слову, в 2019 году на аукционе продали 14 уникальных самородков общей стоимостью почти в 10 миллионов рублей. Лидерами второго тура конкурса на получение льготных займов для бизнеса стали компании, которые занимаются выращиванием и переработкой овощей, мясопроизводством соков и электроники. В финал вышли 33 предприятия из 50. Добавим, в этом году по итогам конкурсного отбора планируется распределить 300 миллионов рублей. Есть еще новости, уважаемые телезрители. В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РПК. Ну а далее рубрика короткой строкой. Большой театр с 27 марта впервые в истории запустит онлайн-трансляции спектаклей из Золотого фонда. Они будут проходить на официальном канале театра и сохраняться в течение суток после завершения эфира. Первым в новом формате представят балет «Лебединое озеро». Всего планируется пока шести спектаклей, в числе которых опера «Царская невеста» и «Борис Годунев», балет «Настоящая красавица» и «Щелкунчик». С 27 марта из аэропорта Храброва временно приостановлено выполнение международных рейсов. Это связано с распространением коронавирусной инфекции, перелеты по внутрироссийским направлениям выполняются согласно расписанию. В Калининграде реконструкция сквера на улице Рокоссовского начнется в мае. Именно за этот участок проголосовали сами жители. Власти пообещали, что парковка на территории останется. В Калининградской области похоронные агентства не стали ограничивать число людей на прощаниях с умершими. Однако сотрудники работают в масках и перчатках, а на входе в залы теперь стоят антисептики. В Багратионовском районе уложили 8 километров нового трубопровода из 20 планируемых. Работы идут в поселке Нивинское. Остается обеспечить около 2000 жителей. Завершение работ намечено на декабрь следующего года. Вообще сейчас мир переходит на онлайн. Я смотрю не только в бизнес-новостях, но и в различные виды деятельности. Люди так или иначе подстраиваются под ситуацию и переводят свою работу в онлайн. Вот так, например, Музей Интаря открывает виртуальную выставку на этот раз. До 21 апреля сайт музея проходит выставка детского рисунка. Также обновлены две постоянные экспозиции. То есть теперь мы можем посмотреть все, что происходит в Музее Интаря или в любых других музеях виртуально. Поэтому, если вы планируете свой карантин каким-то образом, можете заглянуть вот туда на страничку. Ну а у нас сейчас хорошие новости. Как же без них? Я не думаю, что все так плохо. Давайте узнаем, что хорошего произошло в жизни наших горожан сегодня. Таблетки сейчас нашла. У нас в Светлогорске не было, а здесь купила. Юбилею мамы отметили 70 лет. Хорошая погода, хорошее настроение. Дети на каникулах, внуки. Еду к ним. Только приехали сюда. Ходим, обсматриваемся. Все нравится. У пенсионеров мы вообще прекрасно живем. У меня все хорошо. И у дочки хорошо, и у внучки хорошо. Все пока прекрасно. Вроде бы как кредиты одобрили. Дом построил в этом году, в прошлом году. Ну и сейчас я же говорю, иду за кредитом. Солнце, свет, цветочки распускаются. Внуки в школу не ходят. Радости. Полные штаны. Ну вот видишь, все-таки хорошо живут жители нашего города. Несмотря на все сложности, они радуются, ищут плюсы в своей жизни. Ну, я, наверное, не могу сказать так про тех людей, которые сегодня следили за ситуацией на рынках. Сегодня нефть скакала. Вот мы сегодня смотрели информацию от 24,77 до каких-то там непонятных цифр. На данный момент 25 долларов за баррель стоит нефть. Евро и доллар пока более-менее держатся. И вот я думаю, что для многих бизнесменов это тоже очень важная информация. То есть, помимо этого, вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов все наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России. Ну, беспокоятся люди, скажем так. Давайте посмотрим курс валюты, реальный курс валют, который есть на вот эту минуту. Пожалуйста, давайте видео, пожалуйста. Курсы валют на выходные. Доллар США 77 рублей 73 копейки. Евро 85 рублей 73 копейки. Польские злоты 18 рублей 93 копейки. Ну и сейчас немного еще о погоде. Нужно сказать, что все-таки выходные есть выходные. Люди как-то планируют свои дни. Но в то же время в администрации президента немножечко нас как бы останавливают. Что там говорят, Андрей? Выходные дни даны для сокращения контактов людей. Об этом нужно помнить и ни в коем случае не забывать, уважаемые калининградцы. Давайте прямо сейчас посмотрим прогноз погоды и учтем тот факт, что лучше избегать поездок на море. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Прогноз погоды на 28 марта. В Калининграде днем плюс 15, облачно, ночью плюс 4, облачно. В Вильнюсе днем плюс 16, пасмурно, ночью плюс 4, пасмурно. В Гданьске днем плюс 15, пасмурно, ночью плюс 5, пасмурно. В Москве днем плюс 17, облачно, ночью плюс 6, облачно. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Ну и самое главное, конечно же, соблюдайте меры предосторожности. Следуйте советам врачей, специалистов. Их сейчас куча в интернете. Самое главное – носите маски. Даже если их нет, их можно делать из подручных материалов. Как это сделать, можно посмотреть на любом сайте в интернете. Ну и, конечно, соблюдать дистанцию в магазинах, если вы уже отправились за покупками. И, конечно, не пожимать руки. А я хочу еще сообщить и напомнить нашим телезрителям, что у нас стартовала акция «Я остаюсь дома». Мы присоединились к испанскому телеканалу. Вы знаете, какая ситуация сейчас обстоит в Испании, как людям непросто. Но, тем не менее, самым главным фактором и самой главной задачей становится то, чтобы люди не ходили никуда, чтобы они оставались дома. Если вы остались дома, пожалуйста, сфотографируйте себя, снимите на видео, добавьте хэштег «Я остаюсь дома» и добавьте «Первого городской канал». Обязательно покажем вас в эфире или на нашей страничке в Инстаграме. Ну а на сегодня, наверное, все. С вами в студии была Екатерина Гришинская, Андрей Волконский. Всего вам доброго, не болейте. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова